Военно-исторический клуб отметил 75-ю годовщину переломного момента Великой Отечественной войны. В окрестностях Якутска они воспроизвели некоторые фрагменты обороны Москвы 1941 года. Репортаж нашего корреспондента Юрия Осипова. Образ советского воина-освободителя неразрывно связан с легендарным пистолетом-пулеметом Шпагина. Ведь именно с ним наши солдаты прошли через всю Великую Отечественную войну. ППШ – самый массовый автомат того времени. Его можно считать одним из главных участников многих боев, в том числе и обороны Москвы. В той битве приняли участие более трех миллионов солдат. Были понесены колоссальные потери. Именно этому переломному моменту войны был посвящен выезд любителей истории. Фрагменты этой битвы повторились в окрестностях Якутска. Но на этот раз обошлось без жертв. Ведь это была лишь реконструкция, которую провели участники военно-исторического клуба. Полностью изучаем начальную военную подготовку, строевая у нас идет. И также идет изучение исторических фактов. Это совсем молодое движение в городе. Клубу всего около семи лет. Здесь собрались настоящие энтузиасты. Они полны идей и новых начинаний. Участники клуба – это бывшие военнослужащие, дети и просто любители истории. Они хранят память о прошедших годах и передают ее подрастающему поколению. Здесь ребята могут приоткрыть завесу времени и ненадолго стать участниками Великой Отечественной войны. Начали собирать ребят, добровольцев, кому интересна история, кому интересна Великая Отечественная война. И вот потихоньку подтянулись ребята с 23-й школы, были с 15-й. В подобных реконструкциях важна достоверность. Ребята на себе почувствовали тепло советских шинелей, дух битвы и, конечно же, смогли пострелять из легендарного пистолета-пулемета Шпагина. Это ли не мечта любого мальчишки? Этот автомат был выпущен в 45-м году. Неизвестно, успел ли он повоевать. Но приятно, что такое легендарное оружие продолжает жить, пусть даже в качестве охотничьего. На подобные выезды клуб собирается 3-4 раза в год. Помимо этого, они проводят десятки мероприятий, вплоть до открытых уроков в школе. Присоединиться к клубу может любой желающий, ведь главное – это любовь к истории и своему делу. Юрий Осипов, Александр Слепцов, НЛК «Саха», Якутск.